Всем привет, с вами Полте. Добро пожаловать на канал и если вы ждете iOS 16 публичная бета, то она вчера вечером вышла. Так что если вы на 15 системе и хотели попробовать 16, то в принципе на публичной бете это можно сделать, потому что это та самая более-менее адекватная 16, которую можно ставить и пробовать. Давайте поговорим как установить публичную бету уже сейчас совершенно бесплатно, также какие-то множества и какие новые функции. Буду очень рад, если поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал и обои из видео в телеграме, ссылка на который в описании. Прямо в начале видео уточню момент. Это устройство на бете для разработчиков. Если мы на нем зайдем в настройки основные обновления ПО, то мы увидим, что есть девелопер бета номер 3. То есть она как бы уже давно вышла и это по сути новый релиз. То есть этот релиз, номер сборки совпадает с публичной бетой. Соответственно это по сути одна и та же система. Так что если вы на бете для разработчиков, то в целом нет смысла переходить на публичную, потому что они как бы дублируют друг друга. И дальше выходить новые беты будут именно так. То есть публичная и бета для разработчиков, они будут очень похожи. Там разницы особой не будет. Так что если вы уже на бете для разработчиков, в целом можно на ней и оставаться и использовать систему. Ну а если вы на 15 и хотели попробовать публичную бету и в целом 16, то это можно делать, потому что скажу сразу, публичная бета достаточно хороша и стабильна. Как установить iOS 16 паблик бета? Тут все просто. Если вы уже на 16 бете, которые были ранее для разработчиков, то вы просто должны удалить этот профиль. Заходим в настройки основные. Здесь спускаемся в VPN и управление устройством. И вот он профиль для iOS 16 бета. То есть его просто нужно удалить. Если вы на iOS 15, то как бы этого шага нет, потому что у вас и профиля нет, вы на 15 системе. Так что если вы уже на бете для разработчиков после удаления профиля в основных настройках, или же если вы на 15 системе, то дальше нужно просто установить профиль для публичного бета-тестирования. В описании для вас я оставлю ссылку на сайт. Это руководство по работе с общедоступными бета-версиями. Здесь все очень и очень просто. На вот этой странице вы должны просто нажать на кнопку «Войти», чтобы попасть в ваш аккаунт как бы Apple ID на сайте Apple. Дальше вы увидите вот эту страницу. Это руководство по работе с публичными бетами. Здесь внимательно смотрим, чтобы было написано iOS в этом списке. И дальше опускаемся вниз, где начало работы. Здесь подсвечивается фраза «Зарегистрировать свое устройство iOS». Поэтому нажимаем на эту фразу, и нас перекидывают в регистрацию устройства. То есть тут опять же будет инструкция, что нам нужно сделать резервную копию, чтобы наши данные куда-то там скинулись, ну на компьютер, чтобы если что мы могли восстановиться. И дальше будет установка профиля. То есть будет синяя кнопка, которая будет говорить о том, что нужно загрузить профиль. После загрузки профиля вы просто переходите в настройки, и там прямо сверху будет установка профиля для публичной беты. Установив профиль, устройство перезагрузится, вы потом зайдете в настройки «Основные обновления ПО», и у вас будет первая публичная бета iOS 16, которую вы установите, ну как обычное обновление любой системы iOS. Так что все очень просто, и по итогу после установки у вас будет публичная бета iOS 16. После установки публичной беты вы увидите все то же самое, что я рассказывал в полном обзоре беты 3 для разработчиков. Как я и сказал в начале, эта система дублирует третью бетку для девелоперов. То есть, соответственно, у вас будут все те же фишки, весь тот внешний вид, и в целом все те же проблемы, которые есть на третьей бетке. Да, хочу вас предостеречь, потому что многие ставят публичную бету и думают, что это чуть ли не релиз. Абсолютно нет. То есть могут быть баги, может быть проблема с батареей, может быть проблема с нагревом, может быть проблема с тем, что просто некоторые приложения не будут работать так, как работали на 15-й системе. То есть это нужно понимать, когда вы переходите на бету, неважно на какую, для разработчиков или публичную, то там, то там могут встретиться какие-то баги. По моему опыту на iPhone 13 Pro Max, который находится на третьей бете для разработчиков, система очень хороша. То есть как для беты это очень неплохо. Нагрев в третьей бете пропал, никакие приложения, ну лично у меня не вылетают, я ставлю просто обновление из App Store регулярно. То есть в целом какая-никакая оптимизация, но похоже все-таки двигается. Соответственно в третьей бетке все нормально и хорошо работает, поэтому эту систему я использую на постоянку и в целом проблем никаких нет. Даже на удивление аккумулятор очухался на третьей бетке, ну наверное скорее всего из-за того, что нагрев пропал. И в целом батарейка живет точно так же, как на 15.5. То есть никаких проблем ни с батареей, ни с тем же нагревом пока что не обнаружено. Посмотрим, что будет в четвертой бете. Еще хочу напомнить, между бетой для разработчиков и публичной бетой есть временный лаг. То есть публичная бета выходит позже, чем версия для разработчиков. Дело в том, что Apple выпуская бету для разработчиков смотрит как работает система. То есть ничего ли там не сломали. Если там все нормально, то по-моему через неделю выходит публичная бета. То есть если как бы для разработчиков нормальная, она качует в стадию публичной и уже выходит для всех людей, если там опять же все нормально. То есть, иными словами, находясь на публичной бете, вы обезопасите свое устройство от получения лаганой беты для разработчиков, потому что если что-то идет не так, Apple, конечно, это все исправит и в публичной бете это выйдет в нормальном виде. Так что, ребят, как итог, установить публичную бету очень просто, даже если вы находитесь на бете 16 для разработчиков, можно легко перейти на публичную, просто переустановив профиль. Ну а с 15, там просто профиль поставили, ну и полетели на 16 публичную. Касательно того, как это все работает, я сказал, это полный клон 16 бета 3, так что можно ставить, можно использовать и в целом проблем с вашим устройством быть не должно. Но опять же, понимайте, что это бета. Батарейка живет нормально, проблем с производительностью вообще никаких, так что в целом решать вам ставить публичную бету или нет. В целом публично это лучше, чем для разработчиков, так что если давно думали, то ну как бы можно. На этом все, ребят, вот такое вот получилось видео, пишите в комментариях, будете ли вы ставить публичную бету, на какое устройство. Если у вас есть какие-то проблемы, так же пишите, отвечу, постараюсь помочь. Ну и конечно, буду рад, если поддержите видео пальцем вверх, так же подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok